Харе Кришна, друзья! Мы начинаем наш традиционный эфир с Харинамы. Напомню тем, кто впервые смотрит наши эфиры, что Харинамы это совместное пение Махамантры, которое состоит из имен Бога. И нужно это для того, чтобы каждый человек мог соприкоснуться с Богом и своей собственной духовной природой. Звучит пафосно и немного странно, но на самом деле так и есть, потому что Махамантра состоит из имен Бога. И поскольку Бог абсолютен, то между Ним самим и Его именем нет разницы. Когда мы повторяем имена Бога, в этот момент мы соприкасаемся с Богом. И поскольку Господь включает в Себя все, и духовный мир, и мы тоже частички Бога, так что мы неотделимы от Него. И в этот момент мы вспоминаем об этой связи, и вспоминаем, что мы не просто тела, но прежде всего духовные искорки. И люди с удивлением смотрят. Конечно, это необычно для нашей культуры, Ари Кришна, Даша Крипала Прабу. Но, тем не менее, это очень древняя традиция. В исламе есть молитва, состоящая исключительно из 98 имен Аллаха. Христиане повторяют «Досветится имя Твое». И когда молятся, очень часто говорят, что именем Иисуса Христа я прошу, чтобы произошло то-то и то-то. То есть в каждой культуре, в каждой мировой традиции, в каждой авторитетной традиции есть это знание об огромном могуществе имен Бога. И на телесном уровне наш ум может по-разному относиться к этому. Для кого-то это необычно, у кого-то это вызывает агрессию. Это, на самом деле, нормально, потому что душа находится в иллюзии, и она полностью отождествляется с телом и, соответственно, отождествляется с тем местом, в котором она родилась языком, на котором говорит с культурой и религией, в которой выросла. Но душа под покровом всех этих материальных оболочек, она от этого всего не зависит. И она пробуждается, слыша этот изначальный звук, независимо от того, что снаружи происходит, и ты какой умолцовый человек снаружи транслируешь. Внутри, для души, этот звук живительный, пробуждающий, оживляющий. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, что пришли на наш эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok И тем самым она становится освеченной и отличной от Бога И каждый, кто соприкасается с ней, получает огромное благо Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Харе Кришна О, наша балка прибыла Харе Кришна 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вывор недавно попал мне в глаз. Вывор недавно попал мне в глазах, Идем в сторону памятника Некрасову. Сейчас перейдем дорогу. Мы на Красной площади вообще. Маджи Гупаштами, Харе Кришна! Маджи Гупаштами. Маджи Гупаштами, Харе Кришна! Маджи Гупаштами, Харе Кришна! Маджи Гупаштами, Харе Кришна! Мне очень нравится, как папа играет с дочкой перед Каринамой. Мне это напоминает о том, как в сознании Кришны изменилось мое представление о Боге. Раньше мне казалось, что Бог – это такой суровый надзиратель, который смотрит на тебя с небес, высчитывает каждый твой грех, и думает, как бы тебя наказать за твои грехи, как бы послать тебе какую-нибудь болезнь или какое-нибудь несчастье, чтобы испытать твою веру и укрепить твой дух. И, короче, вся религия, вся духовная практика – это сплошная мука, постоянные какие-то испытания, постоянно надо терпеть болезни, еще что-то такое, и смиряться. И смирение – это, короче, когда тебе ногти выдергивают, ты терпишь и не смеешь ничего сказать, потому что, не дай Бог, этому странному Богу с психопатическими наклонностями дать понять, что тебе плохо и сложно. Вот, слава Богу, сейчас сознание Кришны с медопредставлением изменилось полностью, и стало понятно благодаря священописаниям, благодаря лекциям духовного учителя, благодаря наставникам, которые заботятся, благодаря общению с предами, у которых есть живой духовный опыт, стало понятно, что Бог – это наш лучший друг, наш Папа, наша надежа и опора, который мы бежим за решением всех проблем, все время ищем у него прибежища. Давайте, давайте, потом обниматься будет. И он готов нас защитить, готов о нас позаботиться, готов сделать для нас все, в чем мы нуждаемся, решить все наши проблемы, обеспечить нас всем необходимым. И самое главное, ну, очень много ведь есть людей, которые идут в религию для того, чтобы Бог решил их материальные проблемы. Но суть-то не в этом. Суть в том, что мы с вами, каждый из нас, несколько духа, и мы мучаемся в этом материальном мире. Все наши проблемы – это просто симптом. А причина настоящая в том, что мы забыли о своей духовной природе, о своих отношениях с Богом и забрались в материальный мир, который для нас так же противоестественен, как для рыбы суша. И Господь, Его любовь к нам выражается в том, что Он дает нам знания и посылает нам духовных учителей, которые помогают нам выбраться с суши, воду, чтобы вернуться в нашу естественную среду обитания. А наша естественная среда обитания – это духовный мир, духовная реальность. Так что даже если к нам по карме приходят какие-то беды и страдания, Господь поможет их преодолеть. Но даже если бы этого не происходило, не в этом суть. Суть отношений с Богом в том, что Он может помочь нам выбраться из неестественного для нас положения, когда мы, духовные искры, в каждой, говорится о священном питании, в каждой душе содержится энергия десяти тысяч стон. И обладая таким могуществом, такой силой, мы соглашаемся на убогое рабство, соглашаемся жить в смирительной рубашке этого тела и заниматься какой-то ерундой. Есть, спать, выносить какашки за собаками. Фу, блин, ужас какой-то. Представьте, что в Священном Писании описывается, что первое рождение, которое душа получает в материальном мире, первое тело, которое она получает – это тело Господа Брама, Творца Вселенной. То есть нам дается возможность почувствовать себя Богом и для этого сотворить свою Вселенную. Представляете, какое могущество есть у души? И вот она все это делает, но потом она заигрывается. И, как знаете, есть люди, которые на старте великие, могущественные, к ним слава какая-нибудь приходит, и они начинают пьянствовать, наркотики употреблять и в конце просто превращаются не пойми во что. И также душа, она привязывается к этому материальному миру, не хочет возвращаться домой и постепенно-постепенно начинает деградировать из-за своих привязанностей и превращается в собачку или червячка. Такой кошмар. И говорится, что всего существует 8 миллионов, 400 тысяч самых разных форм тел. В зависимости от состояния сознания мы получаем то или иное тело. И вот человеческая форма, она уникальна тем, что ни в какой другой форме мы не можем осознать осознать свои отношения с Богом и духовно прогрессировать, осознать реальное положение дел и жить так, чтобы здесь быть счастливыми и в конце жизни вернуться домой, обратно к Богу. И самое большое горе, когда очень-очень редкое человеческое рождение душа тратит на какой-нибудь дребедень, на то, чтобы болеть, стареть и умирать, и выносить какашки за собачками, и ссориться с мужем или с женой, и мучить своих детей, давить на них контролем, претензиями, еще чем-нибудь таким, и быть несчастным, и ходить на ненавистную работу, и чувствовать, что ты полный неудачник. Неужели мы для этого родились? Дорогие друзья, тут пишут в чате, что у нас звук пропал, напишите, пожалуйста, есть ли звук. Продолжение следует... 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 Спасибо большое, спасибо Марку Мухаммару, что откликнулись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какие люди? Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 личностями, которые знают, в чём их сила, в чём их красота, в чём их главный талант, которые наполнены, радостны и которым есть что отдать. И Господь хочет, чтобы мы стали такими внутренне раскрепощенными, радостными, открытыми, а не зашворенными, подавленными, ограниченными какими-то догмами, религиозными. Настя Ольга, Харе Кришна! Настя, Харе Кришна! Очень рады вам! Спасибо огромное, что вы присоединились! Очень-очень приятно! Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна! Бхагавд Гитин, Господь говорит, что время от времени Он приходит в этот мир. И Он приходит для того, чтобы, с одной стороны, расправиться со злодеями, облегчить бремя земли. С другой стороны, Он приходит для того, чтобы напомнить о настоящем смысле духовной практики, чтобы то же самое, вечное знание дать в той форме перезагрузку сделать. Потому что люди все сводят к какому-то ритуалу, к каким-то внешним поверхностным действиям, пытаются Бога купить. Я буду выполнять все ритуалы, а ты за это сделаешь так, что Везувий не взорвется, и со мной все будет хорошо, меня не выгонят с работы, я не заболею раком и не умру. И почему? И когда это не срабатывает, то человек разочаровывается в Боге и бросает все. Я тебе служил, служил, выполнял, выполнял ритуал, и все свечки в искупил, а у меня рак. Ну и все тогда. Не нужен ты мне такой. Тогда, как на самом деле все устроено немного иначе, и какие-то вещи тяжелые приходят в нашу жизнь из-за того, что мы своим неправильным сознанием материальным создаем определенные ситуации. И Бог не причина этих испытаний, сложностей, лекарства от них. Он подскажет нам, в чем мы заблуждались, и подскажет, как измениться, чтобы все стало хорошо, и поможет, и поддержит, даст на это силы, даст знания, даст вдохновение, даст поддержку, даст новое окружение, новый смысл, чтобы мы выдержали все и стали глубже, лучше, устойчивее, и чтобы мы научились испытывать счастье, которое вообще никак не зависит от внешних обстоятельств. Ари Кришна! Куплю машину, чтобы быстрее приезжать. Ну или самокат. Если у тебя будет машина, ты все равно будешь приезжать так же, просто на машине. Ты же знаешь. Ари Кришна, Сергей Прабович, рада вас видеть. Одни люди думают, я просто продолжаю эту мысль, которую начала, что одни люди думают, что духовная практика нужна для того, чтобы Бог решал наши материальные проблемы. Вот. Очень расстраиваются, когда материальные проблемы почему-то не решаются. Вот. Они забывают, что любовь – это отношения двоих, и что нужен наш вклад тоже. Мы ждем чудес. Господь, вылечи меня, и все. И стоим, и ждем. Ой, не вылечил. Ну все, короче, плохой Бог. Но на самом деле Господь, Он просто дает подсказки. Он присылает врачей. Он дает силы на то, чтобы что-то преодолеть и так далее. Но наше усилие тоже требуется. Вот. А есть другая категория людей, которые думают, все, не дай Бог, Бог подумает, что мне от него нужно что-то. Поэтому духовная практика – это, короче, жить в сарае, питаться на подаянии. Вот. И не дай Бог, у священнослужителя хорошая машина. Все, он отдал душу сатане. И это тоже неправильное представление в священных писаниях. Господь говорит о том, во всех традициях Господь говорит о том, что Он хочет подарить своим бедным цветущее царство. И что Он очень рад, когда души предавшиеся Ему процветают. И Он на самом деле дает процветание и успех, и здоровье, и красоту даже неверующим людям. Потому что мы все Его дети, и Он каждого из нас очень любит. Он хочет, чтобы мы жили в счастье, в доставке, в гармонии. Но единственное, что если мы при этом отдаляемся от Бога, то просто все эти вещи не принесут нам счастья отдельно от Бога. Вот, и мы знаем такие примеры, очень много известных людей, которые имеют красоту, молодость, талант, популярность, но при этом глубоко несчастны, подсаживаются на какие-нибудь наркотики, у них в черте что творится в отношениях, их дети несчастные и так далее. Вот, и тут тоже очень важный момент, что мы можем процветать в этом мире, мы можем быть счастливыми, но нам все равно нужны отношения с Богом. Нет, для того, чтобы Он спасал нас от неприятностей, а просто для того, что это естественное, единственное положение для души, единственный гармоничный способ жить эту жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, я так догадываюсь, что сейчас у нас в учили только наши постоянные слушатели, но если вдруг каким-то чудом нас смотрят, ну, Новые люди, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Давайте общаться, чем больше сообщений в этом чате, чем активнее мы общаемся, тем больше шансов, что этот эфир вконтакте покажет новым людям Предложит как интересную трансляцию Дерочка упала Вот, поэтому мы всегда очень благодарим всех, кто к нам приходит, все, кто проводит с нами время Всем, кто активно общается в чате, всем, кто нас поддерживает Это не просто какое-то праздное времяпрепровождение Этим вы тоже распространяете славу Святого Имени Я напомню, что Святое Имя – это сам Бог в форме звука Потому что Бог Абсолютен, и между Ним самим и Его именем нет никакой разницы И когда мы слышим Махамантру, состоящую из сокровенных имен Бога И в этот момент мы соприкасаемся с Богом и с духовной реальностью Появляем живой духовный опыт И Господь говорит, что Баговый Гитин, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто делится этим духовным знанием с другими Так что, как стать, как сделать что-то приятное для Бога, который все делает для нас Который дал нам этот чудесный день Это удивительное небо Эту потрясающую Богу Возможность жить, дышать, делать что-то классное И всякие другие мишки, которые дает нам Бог Как отблагодарить Его? Он сам говорит в Багове Гитин Если ты хочешь сделать меня счастливым, если ты хочешь сделать мне приятно Просто делись духовным знанием с другими Поэтому давайте делиться трансляцией, давайте делиться с другими Счастьем повторения Махамантры Давайте активнее общаться в чате, чтобы наши эфиры показывали новым людям Чтобы как можно больше обусловленных душ от обвесняющихся телом Могли вспомнить себя настоящих, вспомнить свою духовную природу Андрей, Хари Кришна, рады Вас видеть! Ари Кришна, рады Васlez Ари Кришна, рады Вас видеть! Ари Кришна, рады Васледствия И, друзья, я упомянула Багават Гиту. Наши постоянные зрители знают, что это за книга, но мало ли вдруг кто-то будет смотреть этот эфир в записи, и я считаю своим долгом каждый эфир каждый раз напоминает о том, что у нас есть потрясающая книга, которая называется Багават Гита, как она есть. Это Багават Гита, переведенная, прокомментированная Шрилой Прабхупадой, величайшим духовным учителем из одной из четырех авторитетных парампар. Парампара — это цель ученической преемственности, в которой знание духовно передается из сердца сердца от учителя к ученику. Есть четыре парампара авторитетные, описанные в Священном Писании. То есть четыре такие ученические преемственности, которые считаются истинными. И одна из них — Брама Мадова Гаудио Сэмпродая. Так это все сложно звучит, но зато авторитетно, как аккредитованный институт. Знаете, можно в какой-то шарашке поучиться. Там какая-нибудь тетенька закончила какие-нибудь курсы двухнедельные, поработала в какой-нибудь конторке тоже две недели. И на коленке свояла какой-то курс. И вы идете к ней учиться, набираетесь там какого-то бреда. И потом вы пытаетесь практиковать, и ничего не получается. А есть авторитетные учебные заведения с многовековой историей, аккредитованные, в которые очень высокие стандарты образования, и диплом которых — это действительно гарант качественного образования и квалификации человека. Поэтому нам нужны не какие-то сиюминутные, недавно возникшие какие-то течения. Нам нужна авторитетная традиция, обязательно для того, чтобы черпать духовные знания. Вот один из духовных учителей изначально, одной из четырех изначальных сампродай, Парампар, Шилпропада, он по приказу своего духовного учителя поехал на Запад и для западных людей перевел Бхагавадгиту и снабдил ее своими комментариями для того, чтобы объяснить, как это изначально вечное духовное знание практиковать в наше время. Есть такой принцип ведический, называется деша-кала-патра. То есть время, место и тело. То есть очень важно, когда ты человеку о чем-то рассказываешь, важно учитывать место, в котором он живет, культуру, в которой он родился, обстоятельства, в какое время он живет, что актуально в это время, какие проблемы актуальны для этого времени. Вот, и патра, значит, сосуд. То есть очень важно учитывать, в каком теле находится этот человек. Женское это тело, мужское, старое, молодое, там, какой национальности это тело, здоровое оно, больное и так далее. И вот духовный учитель — это тот, кто умеет изначальное вечное духовное знание без искажений передать человеку с учетом этого принципа деша-кала-патра, чтобы он смог его в своей жизни применить с учетом его жизненных обстоятельств, его реалий. Вот, и Шоупрупаза, его комментарии, они чудесны как раз тем, что они написаны именно по такому принципу, то есть они помогают понять, как изначальное духовное знание, древнее, поведанное самим Кришной от первого лица 5000 лет назад, применять здесь и сейчас наш век цифровых технологий, разобщенности, разделенности людей, огромного стресса, отсутствие личных связей, маленьких семей, которые разваливаются на глазах и так далее. Даже если посмотреть, например, на те наставления, которые оставлял духовный учитель, духовного учителя Шоупрупаза, они были немного другими, потому что они в те времена еще существовали. Большие семьи, и люди в целом были психически более благополучными. Вот, и многие вещи, которые сейчас надо объяснять, тогда объяснять не приходилось. Надо уважать старших, что нужно заботиться о младших, что семья — это большая ценность, что семейные ценности — это очень важно и так далее. Тогда это было настолько очевидно, что никому это не нужно было, и никому в голову не приходило, что старикам нужна пенсия. Какая пенсия? У них есть дети, которые никогда их не оставят. Но сейчас мир очень сильно изменился, и поэтому нам нужны духовные учителя, которые то же самое знание расскажут с учетом наших реалий и нашего уровня. И вот Шоупрупаза он для нас рассказал Багаладгиту, прокомментировал, перевел и прокомментировал, чтобы мы смогли применить ее в своей жизни. И вот я не знаю, где едет Манджи Гопаштами, но она, наверное, не сможет скинуть ссылку на Веда Бэйс. Веда Бэйс есть такой сайт, где бесплатно выложена книги Шоупрупазы. Манджи Гопаштами уже идет за нами. И прочитав Багаладгиту, как она и есть, сочетала Павлопада, мы убедимся в том, что духовные знания решают все проблемы. Начиная с того, какая моя природа, в чем мое предназначение, где мне работать, как правильно зарабатывать, как даже поддерживать свое здоровье. Даже об этом есть Багаладгити. И заканчивая ответами на самые главные вопросы, кто я, почему я здесь нахожусь, почему я получила это рождение, какие отношения связывают меня с Богом, как разобраться в том обилии духовных традиций, которые существуют в мире, почему их так много, как отличить истинную духовную традицию от придуманной людьми, к чему должна вести настоящая духовная практика. О, Евгений Прабуха, Харе Кришна! Танечка, спасибо тебе, дорогая! Вот, Татьяна скинула нам ссылку на Шимат Багалатам. Шимат Багалатам, если Багалатгита – это азбука духовной жизни, то Шимат Багалатам – это уже аспирантура. Это самое сокровенное знание. Говорится, что это квинтэссенция, это всех вет, самые сливки. Когда Весадева, литературное воплощение Бога, пять тысяч лет назад записал все веты, он понял, что не будет в Калиюгу, то есть в наш ветх, таких людей, способных постичь все веты. Просто не хватит ни соображалки людям, ни чистоты сердца. И что нужно что-то, какой-то концентрат, нужна какая-то, какой-то экстерн. Нужна какая-то книга, которая будет содержать самую суть, самый сок, сердце всех вет, чтобы можно было прочитать, изучить и погрузиться в одну только эту книгу и понять суть всего. И так появился Шимат Бхагаватам. Так что можно начать с Бхагават Гиды, для того, чтобы сориентироваться вообще в этом мире и в мире разнообразных духовных традиций. И если вам откликнется гаудиево-шновизм, суть которого в том, чтобы научиться любить Бога всем своим сердцем, развивать с Ним личные отношения глубокие, если вам откликнется эта традиция, то следующий шаг – это Шимат Бхагаватам, в котором спрятана суть всех вет, наука о том, как развить с Богом очень-очень близкие и доверительные отношения, перестать его бояться, перестать придумывать про него всякую чепуху, про то, что он карающий жандарм, который доказывает грешников, все сжет, всех сжигает, кто ему не нравится, и которого надо подкупать свечками и ритуалами, постами и молитвами, а то вот Богу, ну просто я не знаю, представьте, что вам очень хорошо, вы счастливы, у вас нет никаких проблем, вы невероятно красивы, вы невероятно гармоничны, вы счастливы от того, что вы есть, вы полны, и кто-то приходит и говорит, знаешь, я хочу отношений с тобой, и поэтому я буду изводить себя голодом, буду скорбеть, ходить во всем черном, жить как нищеброд, вот, буду, короче, себя бить каким-нибудь там, были же всякие такие люди, которые умерщвляли плоть, избивая себя, на вся там грузы какие-то, в этом тоже есть свой смысл, определенно есть на каком-то этапе, в этом есть смысл, но в целом, Господь, как самая наполненная, самая гармоничная, самая счастливая, самая самодостаточная личность, он не хочет всего этого от нас, он хочет очень близких, доверительных личностных отношений с нами, обмен любовью с нами, и вот как это должно происходить, а чтобы это не было сентиментально, надумано, высосано из пальца, упрощено, как испытать настоящую глубину этих отношений, это описывается в Шимат-Багатам. На Андрея Прабу люди просто едут по своим делам, они же не понимают смысла Махама Андрея, это нормально. Кришна находится в сердце каждого живого существа, невозможно на самокате уехать от Кришны. В Шимат-Багатам описывается эта история про то, как великий демон, Хираньякша, по-моему, не помню, кто это, да, Хираньякша, по-моему, он стал искать Господа Вишну, чтобы убить его, чтобы сразиться с ним и убить его. Вот. И он обошел все три мира, он искал и там, и здесь. Он просто был в ярости от того, что он не может найти Господа. А Господь все это время находился у него в сердце, и изнутри наблюдал за всеми его, эмоциями. И как раз говорится о том, что это демоническое качество не способны заглянуть в свое сердце и соприкоснуться с чем-то самым главным в себе. Именно поэтому демонически настроенный человек, демонический, не в смысле, что у него там рога и клыки, а в смысле, что он очень материалистичен, и он думает, что он кусок плоти, и просто кожаный мешок с какашками. Вот. И в этом демонизм, что материя для меня более реальна, чем Господь. И я хочу просто наслаждаться энергиями Бога без Него самого. И вот, говорится это метафорически, это Лила, она показывает, что самая большая беда демонов в том, что Господь у них в сердце, но из-за того, что они не умеют заглядывать в свое сердце, прислушиваться к себе и к своим настоящим потребностям, они не могут увидеть такие очевидные вещи, что Господь есть, и что Он стоит за всеми процессами в этом мире. Спасибо. Сдается, мне надо батарею присоединить к телефону. И поэтому, друзья, сейчас обычно, когда я присоединяю, начинает подвисать эфир. Пошу вас, пожалуйста, всем сердцем возвращайтесь. Если эфир зависнет, если телефон начнет опрокидываться, потому что стабилизатор, он очень чувствительно реагирует на все какие-то малейшие обвесы на телефоне, всякие проводочки и все такое. Пожалуйста, не пугайтесь, перезагружайтесь, возвращайтесь. Это просто маленькая и техническая вынужденная мера. Так. Спасибо большое, Матху Махан Трабу. Ну вот, я включаю. Батарея не включается. Что происходит? Я вообще не дружу с техникой. Ну давай, дружочек. Представляете? И моя девушка индуска. Почему? Ну, вы такую беду кушаете? Конечно. А что вы не скупите? А так я уже кушала. Это вас угощаем. И когда праздник, мы всех угощаем. Кушайте, не бойтесь. И вы-то в такой вере? Ну да, да, в такой вере мы. Индуистка. Ну она не индуистка. Бог-то один у всех национальностей. Он, ему все равно на нашей национальности. Согласитесь? Фактно. Ну, Христос был евреем. Это же не мешает нам. Верите, понимаете. Потому что любовь, это такая вещь. Какой бы ты ни был национальности, то есть мы все равно все хотим любви. Дети, внуки. Я верю в Бога. Конечно. Вот, Христос нашел. Правильно. Здорово. Ну вот, счастья вам. Всего самого лучшего. И вам. Всего доброго. Паруни Ганга Матвежа, Харе Кришна. Друзья, у меня заработала батарея. Надеюсь, никаких перепадов не было. Павел, Харе Кришна, здравствуйте. К сожалению, не знаю вашего духовного имени, но все равно очень рада вас видеть на этом эфире. Ой, друзья, вот то, про что я говорила, что очень чутко реагирует стабилизатор на любые там провода, на малейшие на малейшие прикосновения к телефону. Поэтому периодически телефон не заваливается, к сожалению. Пожалуйста, прошу вас прощения за эти технические неполадочки небольшие. Друзья, оставайтесь на нашей волне. У нас сейчас сменится ведущий Киртона, и мы продолжим петь. Горд, горд такой. Да, да, да. Пароход в духовный мир. Говори, Кришна, Мажлюма, очень рада вас видеть. Красота! Канат Хачута, Прабухаре Кришну, рада вас видеть. Как здорово, что вы тут, так же, как и Танечка. Спасибо вам огромное за поддержку, приятное. Очень ценно, что вы тут. Чем больше нас, чем активнее мы общаемся, я знаю, что все наши старожилы, все наши постоянные зрители, они знают это мою мантру, но мало ли вдруг нас будут смотреть новые люди, и я хочу просто сказать спасибо огромное за поддержку. Чем активнее мы общаемся, чем активнее мы задаем вопросы, чем активнее у нас, чем более живой у нас чат, тем больше вероятность, что эту трансляцию посмотрят, ВК будет показывать эту трансляцию новым людям. И чем больше людей услышат маха-мантру, это сам Бог в форме звука, тем быстрее позитивные перемены начнутся в этом мире. Да, я была во Вриндаване. Ну, не ведущим, она в ВК. Я просто играть не смогу. Таня прислала нам гирлянду. Спасибо, Танюш. Большое спасибо всем, кто нас смотрит и слушает. У нас, как обычно, первая часть всегда такая говорительная. Мы стараемся побольше рассказать о внутреннем смысле того шествия, которое наблюдают наши дорогие зрители. маха-мантры. А вторая часть у нас практическая. Мы практикуем слушание маха-мантры. Маха-мантры это сам Бог в форме звука. Вот, Танюша скинула ссылку на сайт веда-бэйс, где размещены бесплатно книги шеу-про-пады. На самом деле, я всех призываю покупать бумажные книги шеу-про-пады. Не знаю, я больше люблю бумажные книги. Там можно делать пометки, закладки, возвращаться. В общем, не знаю, я, наверное, старомодная, но я очень сильно люблю живые книги. И книги шеу-про-пады есть во всех библиотеках ведущих университетов мира, потому что его перевод Маха-мант-багаватам и Бхагават-гиды считается академическим, классическим, максимально авторитетным. И его изучают и историки, и люди, которые изучают историю религии, и богословие, и просто историю. И книги просто кладить живым. Как бы, знаете, когда читаешь, я смотрю и слушаю очень много лекций по истории религии. Мне, например, очень интересует история христианства. Я смотрю очень много видео на ютубе, выступлений разных ученых и так далее. И знаете, есть огромное, и культурологов, и есть огромная разница, когда о какой-то традиции рассказывают со стороны и изнутри. То есть, например, я смотрела, есть такой профессор литературы Жаринов, и у него есть сын Николай, который тоже занимается литературой. Вот они вдвоем ведут очень интересные эфиры по литературе. Вот, и я их смотрю. И они разбирали, ну, разговаривали о таком феномене, как Трикстер в литературе, в культуре. И они с какого-то перепугу начали говорить о Господи Шиве, как о примере Трикстера. И стали что-то там говорить про индуистские тексты. «Я слушаю, у меня уши вяжут». Ну, то есть, это настолько неправильно, при том, что это действительно компетентные люди, очень много знающие и заслуживающие уважения. И они действительно специалисты в западноевропейской литературе. Но, когда они начинают рассуждать об индуизме, они не понимают внутренний смысл этой традиции, потому что есть огромная разница между взглядом снаружи и взглядом изнутри. И поэтому книги Шеу Пропады они цены тем, что они помогут вам увидеть этическую культуру, ведическую традицию, как она есть. Понять ее внутренний смысл и внутреннюю суть. А внутренняя суть этой традиции в том, чтобы дать человеку шанс на внутреннюю трансформацию. Встать по-настоящему счастливым, по-настоящему раскрыться, обрести внутреннюю свободу, решить все свои проблемы. Самое главное наша проблема это страх полностью избавиться от страха, стать абсолютно бесстрашным и жить свободно. Вот для чего нужна Бхагавадгита. Это практическое пособие. Это не книжка, которую надо почитать, чтобы потом на своем канале в YouTube-чике с папой обсудить. Бхагавадгита это практическое пособие. В соответствии с ней нужно жить, чтобы стать по-настоящему счастливым. И вот поэтому каждый эфир мы рекламируем Бхагавадгиту, как она есть и призываем всех с ней познакомиться. Канад Хачут пробупить, что у них нет солнышка. А нам вот сегодня очень повезло. В среду тоже была очень солнечная Каринама и сегодня тоже. Что ж, друзья, у нас начинается практическая часть Каринамы, когда мы просто погружаемся в слушание Маха-мантры и пытаемся почувствовать, что это сам Бог в форме звука. Смотрите, как красиво лодочки, яхточки, парусники на Волге. Маха-мантры, какular. Карик крешка, карик крешка, 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 речка, да всё как арена, Salvador, Vam заявлям kura, Волга. Я не могу, к сожалению, почему-то сломался зум, но вот там, далеко от Стелла, если вы посмотрите, вот тут Стелла. Это место слияния двух рек отрасли. Вот это Волга, а вот там отрасль. И во всех культурах место слияния двух рек считается очень священным местом. И когда еще была маленькой, в школе сюда приезжала, нам про это говорили. Потом, когда я училась в университете, у нас был профессор, который преподавал нам устное народное творчество, я филолог в образовании. Вот. И он тоже нам рассказывал про это место. Неслучайно здесь всегда были храмы, менялись традиции, менялись культуры. Но здесь всегда были храмы, посвященные женской постасти Господа. Сейчас здесь храм Пресвятой Богородицы находится. Там за деревьями его не видно, но он тут есть. Вот это место, оно очень священное для всех традиций, всех формаций, всех культур и всех народов, которые жили когда-либо на этой земле. А сейчас мы поем здесь маха мантру. Первое имя, в которой Хария, это обращение к Шиматерат Корани, к женской и постасти Господу. И это тоже не случайно. Это тоже очень знаково. Хария — это внутренняя энергия Бога, энергия безусловной любви, принятия, заботы. Хария — это внутренняя Бога, энергия безусловной любви, принятия, заботы. Хария — это внутренняя Бога, энергия безусловной любви, принятия, заботы. Хария — это внутренне, уопливы, принятия поз teu кимиканалка, энергия безусловной любви, принятия, заботы. Хария — это внутренняя Бога, легеневы. Хария — это внутренняя Бога, энергия безусловная любви, páкиме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 очень благодарны вам за поддержку, потому что чем больше нас, тем дружнее мы все вливаемся в эфир, чем больше мы пишем, тем более интересным этот эфир выглядит для алгоритма ПВК, и он начинает показывать эту трансляцию новым людям, так что каждый из вас, кто присоединяется, он вносит вклад в то, чтобы как можно больше людей на свете услышало махамантру, который является самим богом в форме звука. Маджи, Люба! Маджи, Люба! Это вот то, о чем я говорила, что стабилизатор очень чутко реагирует на всякие провода. Друзья, я не знаю, мы в эфире, пожалуйста, напишите, почему это показывает, несмотря на то, что подключен пауэрбэнк, показывает, что зарядка кончилась на телефоне. О, господи! Давайте вот так попробуем. Спасибо большое, Маджи, Махам Прабу! Я чувствую, сейчас закончится зарядка, почему-то пауэрбэнк не работает. Хотя в нем есть заряд, но он не заряжает телефон. Короче, каждый раз у меня с техникой какие-то причуды. Я уже смирилась, надо предаваться. Харе Крижна, спасибо вам большое всем, кто отвечает, кто откликнулся. Эли, скажите, пожалуйста, вы уже были на наших эфирах? Если вы впервые у нас на трансляции, если у вас есть какие-то вопросы, будем очень рады на них ответить. Из какого города вы нас смотрите? А, ну здорово! Круто! Супер! Да, про вас, Андрей, мы знаем, что вы наш постоянный зритель, что благодаря вам Новокузнецк с нами. Вот поскольку я уезжала надолго, я уже немножко выпала из жизни нашей ядры, поэтому с Элей мы еще не познакомились. Спасибо большое, что вы присоединились к эфиру, очень приятно вас тут видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Да, я надеюсь, что мы продолжим вместе с вами смотреть реальность Фриндавана. Очень скоро, очень этого бы хотелось, снова оказаться там и снова рассказывать об этом другим, делиться этим счастьем, этой радостью, этой удачей с другими. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Андрей пишет, что читая про Пхупада Лиламрита, он представлял Вриндаван немного другим. Естественно, ведь про Пхупада Лиламрита описывает 70-е годы XX века, уже прошло более 50 лет и, конечно, Вриндаван кардинально изменился, потому что благодаря Шриле Пхупаде Туда стало приезжать очень много людей и очень многие, не только западные люди, но и индусы Вспомнили о настоящем богатстве своей страны, то есть сейчас в Индии очень сильно, сильная жажда подражать Западу Западным ценностям, западному образу жизни, западному способу одеваться, строить отношения и так далее. Но видим мы, что Индия перестала быть Индией, стала Бхаратой и правительство Индии стремится всячески беречь и сохранять традиции изначальные Бхараты и в том числе изначально духовную традицию. И поэтому очень много людей сейчас приезжает во Вриндаван и, конечно, он очень сильно изменился, очень сильно. Но это только внешние изменения. Там по-прежнему есть внутренний Вриндаван, который остался точно таким же, как когда на земле был Шрил Пхупада и в него носят в своих сердцах саду. Поэтому во Вриндаван надо приезжать не для того, чтобы там просто достопримечательности какие-то посещать, а для того, чтобы слушать саду. Саду, значит, святой, значит, человек, который полностью посвятил себя Богу. И во Вриндаване таких людей много. И когда мы их слушаем, то мы соприкасаемся с тем же Вриндаваном, который своих учеников привозил Шрил Пхупада и который описан про Пхупавли Ламбрики. И вновь суббок, когда показываются с тем же Вриндаваном, Али Мохаря – Али Мочная, Рамка – Каря, Кришна, Кришна! И вновь суббок, Кришна! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, к сожалению, мой телефон говорит goodbye И мне придется с вами попрощаться Друзья, прощаюсь заранее на всякий случай, если телефон вдруг вырубится Друзья, спасибо огромное всем, что был с нами Мы вспоминаем, что мы не это тело, что мы души И что смысл нашей жизни не ограничивается едой, сном, совокуплением и обороной Что мы рождены для большего, и независимо от того, понимаем мы это на осознанном уровне или нет Душа каждого живого существа, который сегодня услышал святое имя, просыпается, соприкасаясь с духовным святым именем И это большайшая наука Если вы хотите узнать о ней больше, пожалуйста, находите книги Шрилы Прабхупады Это посланник духовного мира в Багават Гитте объясняется, что каждый раз, когда духовное знание приходит в упады Когда люди превращают духовное знание в просто религию, состоящую из ритуалов Когда они начинают превращать Бога в какого-то мстительного монстра, который всех наказывает за грехи И больше ничем таким не занимается Господь либо сам приходит на землю, либо посылает своего дорогого слугу, своего пророка, уполномоченного Вдохнуть новую жизнь, вечное духовное знание Напомнить, чем настоящая суть духовной практики В том, чтобы вспомнить состояние тела, я душа И вернуть себе близкие, доверительные, любовные отношения с Богом И как это сделать? Наука эта практичная, радостная, помогающая нам стать счастливыми уже в этом мире Раскрыть свой потенциал на полную катушку Она изложена в Багават Гитте, как она есть И в Шимат Багаватом, в переводе комментариями Шрилы Прабхупады В этом прелесть книг Шрилы Прабхупады Что они делают это знание практичным Потому что мало просто надеть крестик Мало просто читать Гиблию Просто как какое-то оторванное знание Или читать любое другое священное писание Коран Еще что-то такое И не применять его в жизни Задача любой духовной традиции в том, чтобы изменить наше сердце Помочь нам трансформироваться изнутри И стать по-настоящему другими Полностью побороть страх Полностью побороть все наши внутренние ограничения Которые на санскрите называются анархами Нашу зависть, наш страх Все наши дурацкие чувства Которые заставляют нас Идти на компромиссы И поступаться своими мечтами Думать, что мы ограниченные, слабые, маленькие и ничтожные На самом деле мы частички самого великого Господа И так же, как тапелька океана обладает всеми теми же свойствами, что и океан Мы так же, как и Господь Обладаем удивительными, потрясающими качествами И мы не должны соглашаться на то, чтобы жить унылой, серой, бессмысленной жизнью Мы рождены для большего И как это воплотить в жизнь Как это сделать в реальность Рассказывают Бхагават Дети Шиман Бхагаватам Переводят с комментариями Шилапрабхады Пожалуйста, слушайте Шилапрабхаду Читайте Шилапрабхаду Повторяйте Махамантру И будьте счастливы Харе Кришна Примите поклоны, пожалуйста Да, у нас суперпогода Субтитры подогнал «Симон» Мы прям как Ананта Кришна касаем Махараши Как Ананта Кришна касаем Махараши Все, друзья, смотрите, какая милость Как круто нам хватило зарядки до конца трансляции До конца Харинама Еще раз огромное спасибо всем, кто был с нами Ждем вас в среду В среду Маджи Гупаштами будет вести трансляцию Обязательно приходите поддержать эфир Давайте вместе сделаем так, чтобы как можно больше людей услышали святое имя И обрели наконец-то смысл жизни Перестали заниматься ерундой И тратить бесценное человеческое рождение на таракане бега Хари Кришна, друзья Всем отличного воскресенья Всем хорошего дня Хорошей рабочей ночи